Привет, друзья! Сегодня у нас будет с вами интересная геометрическая задачка. Ну, впрочем, как и всегда. И для начала мне нужно рассказать вам, как у нас появляется вот этот вот рисунок. Изначально я нарисовал какой-то произвольный красный треугольничек, а потом каждую его сторону продолжил еще на столько же. Поэтому вот эти вот отрезочки равны между собой. И их концы я соединил голубым маркером, получив голубой большой треугольник. И нам говорится, что площадь этого голубого треугольника равна 42, а найти нам нужно изначально... А найти нам нужно площадь вот этого изначального красного треугольничка. Вот, собственно, и вся задача. Ставьте на паузу, думайте, как решить. Здесь есть несколько подходов к решению, но я вам покажу один, который, как мне кажется, демонстрирует всю красоту вообще геометрии. Ну, давайте начнем. Начнем мы с того, предлагаю, что возьмем вот эту вот вершину красного треугольника и вот эту вершину голубого треугольника, и соединим их. Вот, у нас получился вот этот вот треугольничек и наш искомый красный. Теперь берем и из этой точки проводим высоту. Провели высоту. И смотрим, чему равна у нас площадь треугольника любого. Это 1,2 произведения высоты на основании. Так вот, высоту мы провели. Эта высота является высотой и для вот этого треугольничка, и для нашего искомого. Так? А основания, видим, у них одинаковые по условию задачи. Значит, и площади будут одинаковые. Значит, если площадь красного треугольничка, это S, то площадь этого тоже S. Ну, и такой же фокус проделаем еще несколько раз. Давайте возьмем вот эту вершину и соединим ее с вот этой вершиной. Проводим высоту. Примерно так. Эта высота является общей и для красного треугольника искомого, и для вот этого. Основания одинаковые, поэтому это тоже площадь S. И проделаем то же самое третий раз. Соединяем эту вершину, эту. И из этой вот вершины проводим высоту. Проводим где-то вот так она получается. И опять эта высота является высотой и красного треугольника, и вот этого вот треугольничка тоже. Основания у них одинаковые, поэтому это тоже S. Вроде бы все красиво получилось, но что нам делать с оставшимися вот этими треугольниками, площадь которых мы не знаем? Ну что ж, давайте возьмем вот эту вот вершину и проведем из нее высоту на вот эту вот сторону. Вот этот треугольничек рассматриваем и вот это его основание. Ну так как вот оно идет, мы его продолжаем. Значит высота будет где-то вот так падать. И смотрим, вот эта вот зеленая высота, она является высотой одновременно и для вот этого треугольника, заштрихуем его зелененьким. И для вот этого треугольника заштрихуем его голубым. Согласны? Я думаю, что согласны, потому что вот видите, на одно и то же основание оно падает. И основания у этих треугольников одинаковые. Значит и площади тоже будут одинаковые. Ну и как вы понимаете, тут мы проделываем все то же самое. То есть берем вот эту вершину, опускаем высоту на вот эту вот сторону. Ну примерно высота так. И эта высота является высотой и для вот этого треугольника, и для вот этого. Поэтому это тоже S. Ну и вот тут по аналогии тоже получается площадь S. Не буду с вашего позволения проводить чертеж, строить высоту, потому что уже плохо будет видно. Но мы тоже понимаем, что вот это S. А теперь считаем, наш голубой треугольник большой, и скольких вот этих вот маленьких посередей состоит? Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть можем вот так записать. Площадь большого голубого треугольника равна семь маленьких вот этих красных площадей. Да, площадей вот этого красного треугольника. Ну отсюда несложно догадаться, что наша искомая площадь красного треугольника равна площадь голубого треугольника, то есть 42, делить на 7. И получаем мы с вами 42 делить на 7, с мнением таблицу умножения, это 6. То есть площадь красного вот этого центрального треугольника равна 6 квадратным единицам. Вот такая чудесная задача, по-моему, очень красивое решение. Мы используем только формулу площади треугольника и дополнительные построения. И всё, задача решена. Если вам понравилось, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там много чего интересного появляется, с каждым днём всё больше и больше. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И пока-пока, друзья, до новых интересных задач! Субтитры сделал DimaTorzok